Всем привет! Вы попали на канал о жизни в Южной Корее. Давай я подробнее расскажу тебе, кто мы и о чём мы снимаем наш ролик. Продолжение следует... Особенноanced... Здравствуйте. Это мой муж. Его зовут Дике. Но я его называю просто . Потому что в Корее не принято называть людей старше себя по имени. Если я обращусь к своему мужу просто дыки, то окружающие подумают, что я какая-то невежливая или посчитают, что мы с ним находимся в ссоре, поэтому я аккуратнее с такими выражениями. Моему мужу сейчас 36 лет. У нас с ним не такая уж и большая разница в возрасте. Вот сейчас он смотрите, как наворачивает. Подождите, еще немножко и вообще на русскую кухню перейдем. Очень вкусно. У мужа в Корее своя фирма, он бизнесмен. Однажды он придумал создать беспилотные магазинчики с мороженым и сладостями, и эта идея зашла. И вот таким образом у него появилась первая крупная своя франшиза. Теперь же он часто пробует себя в других сферах. Сейчас его бизнес связан с отелями, фитнес-центрами, организацией концертов. Еще он любит читать книги, играть в гольф, и с недавнего времени у него обнаружился талант кулинарии. У нас есть три замечательные дочурки, Инна, Нана и Нари. Между каждой дочерью у нас разница полтора года, и не три с половиной, на не два, а с самой маленькой полгодика. Они у нас, конечно, девочки активные, но очень добрые и дружные. Знакомьтесь, а это моя свекровь. Очень мудрая и добрая женщина. Она живет вместе с нами и помогает нам с детьми. Каждый будний день свекровь ездит на плавание, а по выходным она поднимается в горы. Это ее хобби. А это наш свекор. Сейчас он живет в нашем загородном домике. Дело в том, что с недавних пор он начал увлекаться игрой на саксофоне. В квартире, конечно, сильно не попрактикуешься, зато на даче в самый раз. Так он совмещает приятное с полезным. В общем, на даче он оттачивает свои навыки игры на саксофоне, а также следит за чистотой и порядком. Мама, ну что, будем с тобой дружить, нет? Будем с тобой дружить. Еще с нами живет Маоми. Хоть у нас с ним возникают некоторые недопонимания, но он является полноценным членом нашей семьи. Как не зайду в комнату, так там от тебя твои сюрпризы останутся. И вот в глаза не смотришь, да? Стыдно тебе. Стыдно? А? Стыдно тебе. Правильно, так и должно быть стыдно. Должно быть стыдно. Ну а это я. Меня зовут Алена, мне 29 лет, по образованию я визажист-стилист. Вот уже как три года я живу в Корее, в городе Пусан, с моей корейской семьей. Сейчас я, конечно же, нигде не работаю, так как нахожусь в декрете и большую часть времени посвящаю детям. Ари, группа поддержки, да, мама тут? С тобой. О, генсана, генсана. Он апрель. Два раза в неделю я хожу на тренировки по гольфу. Некоторые, конечно, из своей сердечной доброты советуют мне бросить этот гольф и вернуться в свою деревню. Доить там коров. Но дело в том, что, к сожалению, коров доить я не умею. Честно, это какие-то бабушкины варианты. Я хочу сегодня такого послежее, помолодежнее, понаряднее, но... Совсем недавно я начала загружать видеоролики о нашей жизни в Корее на наш общий семейный YouTube-канал. Я показываю, как мы готовим вместе русские и корейские блюда, как путешествуем по Корее, как я знакомлю свою корейскую семью с русской культурой и как они знакомят меня с корейской. Макаляндан, джистий. Макаляндан, джистий. Мы шутим шутки, рассказываем разные истории, да и просто показываем повседневную жизнь интернациональной многодетной семьи. В общем, подписывайся на наш YouTube-канал. У нас много интересных идей, и это только начало. Если у тебя есть какие-то интересные предложения по поводу контента, то обязательно пиши в комментариях, мы будем очень благодарны.